Всем привет, друзья! Аким у нас и Акима тоже в будущем будет у нас новый, а движения, движения все те же. На фотографиях вы сейчас видите Акима города Алматы, Дасаева, новенького старого Акима, а рядом видим грозу всех зелёных насаждений в буквальном смысле и грозу бизнеса и акиматовского шныря Салтана Ташимову. Многие Ташимову воспринимают как убогую дурочку, которая якобы борется за зелёные насаждения города Алматы. На самом деле она циничный, подлый и расчётливый провокатор. Зелёная комиссия всегда... Я вам говорю, вас привлекут, ещё будете писать, вас привлекут, он на камеру снимает. Мелкие хулиганцы, уважаемые, я вас советую, он на камеру снимает. Он на камеру снимает. Почему они имеют право не привлекать? Потому что их территория, частная территория их нет. Я имею право на частную территорию. Не имеете права, вы гражданское лицо, вы не имеете... Нет, я представитель зелёной комиссии. Кто дал ей право так себе вести, возникает вопрос. И Ташимова нам отвечает, что дал ей право Акимат. В Акимате и правда её холят и лелеют. И вот, какими речами её восхваляет Аким Медеусского района, свою тетушку салтанат Ташимову. Ташимова среди нас, который именно начинает вопросы, именно поднимая большие определённые вопросы, которые не могут даже, могу так сказать, без обид тем, мужчины. Именно разные сферы у салтанат, это начиная от по защите зелёных насаждений, экологии, зелёной экологии и точной застройки. Именно она способствовала, где бы я ни был, я работал в управлении природных ресурсов, управлении энергетикой, сейчас с вами работаю в Медеусском районе. Везде она мне помогала. А такие тёплые отношения у салтанат Ташимовой с Акиматом, потому что она на этот самый Акимат, естественно, работает и помогает недобросовестным чиновникам незаконно финансово обогащаться. На очень-очень кругленькие суммы, на самом деле. И мы вернёмся в 2019 год. Во всех СМИ тогда раструбили, что УТРЦ, а порт, ну, на их территории по Кульжинскому тракту, срубили деревья. Целый лес просто там вырубили. Связались с экологом Медеусского района. И он рассказал, что два месяца назад он написал заявление на незаконную вырубку в полицию, да, на незаконную вырубку 11 тысяч деревьев. Но, получается, уголовное дело не возбуждено. Никто об этом не знает. В администрации Медеусского района знают о проблеме. Как видите, у Ташимовой и любовь с Медеусским районом, и остросюжетные события развиваются в этом самом Медеусском районе. Чтобы вы понимали, лес выглядел вот так. Это лес. Чтобы знали, чтобы точно не ошиблись, что вот этот лес срубили. И Ташимова, когда ее начали все упрекать, начала отмазываться, что типа это поросль, которая станет лесом когда-нибудь. И даже продемонстрировал свои две извилины, когда уже все ее начали, все дрендологи начали ей говорить, что это все какой-то договорняк с Экиматом просто. Сейчас посчитаем деревья на этом участке, на этом небольшом участке. И таким образом узнаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четырнадцать. Ну вот на небольшом этом участке, вот смотрите, всего один метр, всего один метр, уже посчитали, что 12, три, четырнадцать. Получается, вот смотрите, один квадратный метр, уже 14 деревьев. А если посмотреть в игру, взять хотя бы тридцать метров, то уже получается сколько? Уже получается около тысячи деревьев. С арифметикой у нее проблемы, и не только с арифметикой. К тому же все эти деревья, ну это не деревья на самом деле, а сорняк, называется клен ясенелистный. При СССР пытались с ним бороться и выделяли кучу денег на уничтожение этого сорняка, потому что это зараза. Вот так вот растет, как вы видели, плотно очень, и после нее почва вообще ни к чему не пригодна. А также возникает вопрос, кто и как умудрился насчитать там 11 тысяч деревьев. А подсчеты ввел институт КАЗ Гипролесхоз. Тендер был более чем на 70 миллионов тенге в 2017 году. К сожалению, сайт госзакупок лежит уже, наверное, неделю, поэтому по ссылкам в описании вы сами пройдете и найдете нужный тендер. К сожалению, скриншот я вам показать не могу, потому что сайт недоступен. И я решил позвонить в этот самый институт КАЗ Гипролесхоз, чтобы мне дали комментарии и ответили на вопросы. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это КАЗАГ Гипролесхоз? КАЗ Гипролесхоз, ага. Да, да, вот, вот. Меня зовут Бударев Анон Юрьевич, я представляю гражданский патруль. В 2018 году у вас был тендер на сумму 70 миллионов тенге от зеленой экономики города Алматы. Ага. По факту пересчета зеленых насаждений в городе, да? Да. Еще раз скажите, пожалуйста, откуда звоните? Гражданский патруль. Гражданский патруль? Да, да, да. Вот. Проведение лицопатологии и инферторизация зеленых насаждений по городу Алматы. Так, с кем я могу поговорить по поводу того, как проводили, и особенно меня интересует участок по Кульджинскому тракту восточном направлении, ну, знаете, напротив Акапоста, 11 тысяч деревьев с Мишами. А, да, 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 да. Мы уже звонили на эту тему. Сейчас, секундочку, я вас соединю. Талват. Можете просто Талват обращать к нему, он молодой. Секундочку, соединю. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Антон Бударов, Антон Юрьевич. Я представляю гражданский патруль. Позвоню к вам по вопросу тендера в 2018 году на сумму 70 миллионов от Управления зеленой экономики города Алматы по факту проведения патологии и инферторизации зеленых насаждений по городу Алматы. Вы откуда звоните? Говорят, не понятно. Гражданский патрульный. Так вот, меня интересует подсчет зеленых насаждений, да, вы проводили вот в 2018 году, по Кульжинскому тракту, восточное направление, где 11 деревьев, ну, слышали, да, в СМИ шумит. Угу. Меня интересует методика, как считали там деревья. А как вам, кто объяснил? Кто-нибудь сказал, что как мы считали? Вот я вам хочу спросить, как вы считали? Какая методика? Пользовалась по подсчету деревьев. Пастучно. То есть вы все 11 тысяч деревьев обошли? Не то, что 11 тысяч деревьев. В этом квартале вообще около 45 тысяч деревьев, наверное. Хорошо, а почему эта цифра тогда круглая? Ну, где круглая? Ну, 11 тысяч это круглая цифра. А, да-да-да, круглая. Да, почему не 11 тысяч, там 742, если Пашточина обошли? 11 тысячи 41 штук. Хорошо, а можно где-то карту изучить, посмотреть, получить? Сколько там насаждений? Они же там отмечены должны были? Так. То, что надо посмотреть. А вам какая разница? И нам выгода какая от этого, чтобы посмотреть там. В смысле, какая разница? Вы хотите скрыть информацию? Да. Скрыть хотите информацию? Зачем вам информация такая? Хорошо, как вы должны скрыть, пожалуйста? А? Какая у вас должность, скажите, пожалуйста? Зачем вам? Вы не журналист или я вообще не понял, откуда вы думаете? Я промышлую журналистское расследование по факту подсчета деревьев. Там в СМИ звучит цифра 11 тысяч, да, вы говорите 11 тысяч 41. Я хочу изучить более подробную информацию. Вы лоббируете интересы кого-то или чего-то? Я не понял. Вы когда информацию предоставляете по факту подсчета, вы вопросы задаете какие-то довольно странные. В чем лоббируем? Вы выиграли тендер. Потому что вы именно вот этот кусок спрашиваете. Почему другие участки вас не интересуют? Потому что там сейчас идут суды, и мне интересно, что происходит вообще. Вы судебный исполнитель или прокуратура? Вы судебный исполнитель. Я провожу журналистское расследование. Ага. Ну, я хочу изучить материал. Я вам отвечаю. Везде, каждое дерево у нас поштучно считают. Хорошо. У вас же есть завод, эта карта зеленых насаждений? То есть, когда считали, отмечали, да? Ага. Можно ее получить, что там? Мы не можем предоставить, мы можем просто показать. В смысле, ну, копию там сфотографировать. Там 11 041, ну, точно вот, отметок сделано было. Там кто-то принял, кто-то роспись поставил, кто-то ответственный за это. Что там точно 11 041, а не... То, что ответственный, неответственный, это в Ровудову у нас допрашивали. Кто ответственный, там уже ответ дали. Вы скрываете? Судеб, можете это все... Мы не скрываем. Ну, каждый второй будет звонить. Я должен каждому отвечать. Вы приходите. Вам часто звонят? Уже четвертый человек, наверное? Это очень много просто, наверное. Очень сложно. Ну, почему именно этот кусок интересует? Я не могу понять. Потому что суды идут, и понятно, знаете, почему он все, значит. Может быть, другие заинтересуют куски по словам, как разберемся. Ага. Как считали. Хорошо, давайте запишем. И у вас какие-то сомнения, что ли? Ну, у любого человека здравомыслящего, если возникают сомнения, это значит, что он нормальный. Понимаете? Ага. Поэтому, да, если у меня возникает сомнения, да, я хочу разобраться. Ну, ладно, скажем, журналистическое расследование у вас, да? А, какой газета, журнал или что у вас? Гражданский патруль. Гражданский патруль. Так и называется? Да, да, да. Можете набрать. Газета? Можете вы так... Нет, у нас сгоняя. Наберите в Инстаграме, Интубе, Фейсбуке. Интернет-издание. Что, газеты никто не читает? Сейчас, подождите. Гражданский патруль, да? Да, да, да. Почему на русском языке гражданский патруль? Потому что независимое. А? Потому что независимое издание. А кто на русском не умеет разговаривать, они и как поймут? Вы вопрос задаете? Нет, отмите. Это вы же мне вопрос тоже задаете. Да. Потому что вы выиграли тендер. Только вы имеете право вопрос задавать. Потому что вы выиграли тендер. Ага. Это что, преступление, что ли? Нет, ну для госуслуг. Ну у нас не госорганизация. У вас не госорганизация, вы выиграли тендер. Оказывается, это могу слухи Акимат в управлении зеленой экономики. Вы проверяете Акимат или я не проверяю? Не проверяем Акимат. Мы хотим знать, что было сделано за эти деньги, за 70 миллионов. Как вы считали? Вы начинаете как-то... Четыре человека позвонило. Это длится уже несколько месяцев. То есть за несколько месяцев четыре человека позвонило. Это не как-то института, чтобы... Ну я вам отвечаю. Каждое дерево мы индивидуально считаем. Я вот хочу как-то получить информацию более подробно. Это, знаете, не ответ. Потому что СМИ фигурируют всегда. Может, вы по-другому начнете? Потому что вы говорите про 11 тысяч деревьев, а про других деревьев города ничего не говорите. Потому что мы не только 11 тысяч, мы весь город одинаково считаем. Потому что нам разницы нету, чей участок. Нам объект дал Медеевский район. В Медеевском районе сколько деревьев? Мы каждые деревья подходим и считаем. Потому что там считается не только количество. Там высота, диаметр, болезнь обнаруживаем, если больной. Определяем болезнь. Даже пишем мероприятия санитарные. Рубка или не рубка. Сухое дерево или здоровое дерево. Какие виды насаждений тоже все мы пишем. Вот с этим я как раз и хотел ознакомиться на данном участке. С этой информацией. Что вы там детально все прописали. Что вот это заболело дерево. Вот эти нюансы меня интересуют. Потому что надо понять, каким методом все это считается. Вы как-то это типа давайте весь город. Весь город это сложно проверить. А вот на данном участке мы можем посмотреть. Как вы проверите? Потому что срубили же деревья. Как там срубили? Ну хорошо. Там уже деревьев нет уже. Вы знаете, вы сейчас начинайте уклоняться от темы. То, что вы посчитали, мы будем проверять. Не то, что там стоит. Там ничего не стоит. Посчитали? Вот интересно мне. Что вы там посчитали? Я сомневаюсь. Да, вот я вам скажу честно. Я сомневаюсь, что это кто-то вручную считал. Что сомневаюсь? Что кто-то вручную считал. Почему? Ну потому что я вот сомневаюсь. Я имею вручную сомневаться. Аааа. Сомневаюсь, да? Давайте наоборот. Зачем мне тогда, такому человеку, который сомневает, зачем мне что-то объяснять, показывать? Да, вы только объясняете, показываете только тем, кто вас. Конечно. Сомневаюсь. Можно что подавать? Телефонный разговор записывает. Записывайте. Да, и он обязательно будет с меня опубликован. Хорошо, опубликуйте. Да, обязательно. Сначала, значит, этот неадекватный человек меня начал хамить, несмотря на то, что я с ним, во-первых, разговаривал вежливо. И они получили от государства, то есть наших с вами, в том числе и моих денег, более 70 миллионов тенге на свои махинации. Далее он все-таки начал немного выдавать инфу потихоньку. И оговорился, что там рос клен ясенелистный. То есть дерево сорняк. Вы только этими занимаетесь же. Вы больше ничем не занимаетесь. Правильно, да. Это и называется анализское расследование. Правильно. А мы работаем, мы производственники. Знаете, вот я хотел проверить, как вы работаете. Я вас тоже могу проверить. На ваше производство. Есть какие-то претензии? Пишите. Я ничего не против. У вас неадекватное поведение какое-то, понимаете? Потому что вы таким тоном разговариваете. Какими тоном разговариваете? У нас бездельники еще лет. Смотрите, там существует... Ну, я еще раз говорю. Там существует в СМИ 11 тысяч ровных деревьев. Я думаю, как... Вот моя теория, да? Ну, то что теория своими глазами, это как бы видел. Пришли просто на глаз, померили там 11 гектар и сказали, ну, на гектаре 1000 тирея будет 11 тысяч. Ну, вот у меня такое мнение. Вот. И думаю, у большинства такое мнение. Вы понимаете, чтобы на гектаре выросло 11 тысяч, это каждый 2 метра должно расти дерево. Ну, вот эта фирма, которая срубила все дерево, почему вы на них не пишете, почему их не проверяете? Я уже к ним съездил и задал все те же самые вопросы. Как так можно бульдозер запустить и столько деревьев срубить? Вот, видите, уже мы подошли к следующим нюансам. То есть, вы уже знаете, что там был бульдозер, что это было срезко? Конечно, я там был уже два раза. Вот. С представителями Акимата, с милицией или как там. И с этой фирмой тоже там был. Вот. Видите. Вы знаете, что это было срезко. Это вот уже сплывают нюансы. Вы понимаете, что это третий день. Поэтому хотелось бы вашу сторону услышать, но вы ее тщательно скрываете. Почему скрываете? Я вам объясняю, мы штучно проверяли, считали. Можно как-то документы вот эти построить? Вот взять вот эту карту, что у вас там 11 тысяч 41 деревья штучно там. Из них там 100 болеет, 100 здоровые, 100 такой-то толщины, 100 такой-то и так далее. Там же как-то прописано это же. Да, 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 да. Можно с этим ознакомиться или нет? Или вы мне просто хотите, мы вам покажем, но никому не рассказывать? Это секретно. Нет. Хотя у нас существуют карты зеленых насаждений. Нет, мы можем показать, но мы не можем вам дать это. Почему? Потому что это полевой журнал. Ну, каждый документ мы же не можем потратить. Смотрите, эта карта, она считалась для людей, для города, да? Там ее несколько раз публиковали, но сейчас там непонятно, что с этим приложением. У нас, видимо, хорошие программисты никак не могут сделать хорошее приложение, да, где все деревья посчитаны. Вот. Это публиковалось для общего доступа, чтобы каждый алматинец знал, где там какое дерево растет, что оно там растет, а не спилено и так далее. Почему вы не хотите с алматинцами поделиться информацией по поводу почета целеных насаждений? У вас есть в сутки приложение деревья Алматы? Ну, вот оно там, это приложение, но что-то не очень. Ну, это не мы сделали. Ну, вот, я говорю, наши программисты, они как бы немножко противорублены. Ну, мы туда скинули своей информацией. Все, больше мы ничего не можем найти. А что, почему вы на сайте у себя не можете хотя бы опубликовать, что вот был подсчет по 11-й деревьям? Ну, если вы так переживаете, что как можно приехать бульдозером спилить? Сейчас у многих, как бы, сомнения были там эти деревья или нет? Потому что это клен. Клен, например, хорошо, что эту цифру только берут. 11 тысяч 41 или 51 штук, да? Это был 2018 год. А если 2020 или 2019 год брать, там уже 20 тысяч деревьев будет. Потому что клен так растет, как сорняк, она быстро растет. А плотность, то, что у него плотность высокая? Да. Вот, это на что влияет? Вот. Ахимат, наоборот, вот это должен был доказать, что там не только срубили 11 тысяч, а там, может быть, даже 20 тысяч. Хорошо. А вот при высоком плотности? Они ссылаются на цифру 2018 года. Но этот клен не до такой степени, чтобы дорогое дерево. Ну, сами договорятся, я думаю. Не очень ценная порода дерева, клен, если не лесный. Сорняк, который похож на сорняк. Окей, ладно, опустим это. В общем, неадекватный персонаж, как вы поняли. Параллельно Ташимова в то время везде кричала, что на всех подаст в суд. Целая куча новостных лент была. Все это было забито. Сюжетов в СМИ, что вот били тревогу, вырубили целый лес по Кульжинскому тракту, которого там никогда, как вы поняли, не было. Около 11 тысяч деревьев незаконно вырубили в Алматы. Об этом сообщила одна из экоактивистов города Салтанат Ташимова. Несколько дней назад к ней поступила анонимная жалоба, что на окраине Медеевского района систематически уничтожают зеленые насаждения. Вместе с общественной активисткой на место происшествия выехал и наш корреспондент Денис Зимцов. Вся суть в чём? Ташимова заявила, что о срезе 11 триллионов деревьев. Ей информацию якобы передал неизвестный доброжелатель, естественно. При том, что такой информации в общем доступе не существует и уже не будет существовать. Несмотря на то, чтобы составить карту зеленых насаждений, то есть деньги были выделены на создание, на инвентаризацию зеленых насаждений и внесение их в их общую электронную базу, чтобы программисты напрограммиздили непосредственно сайт или какое-то приложение. На это потратили около миллиона долларов. И на данный момент ничего из этого не существует. Салтанат Ташимова, художник и зеленая активистка, вот уже несколько лет борется за сохранение окружающей среды в Алматы. Она попыталась самостоятельно разобраться в деле, выложила пост в одной популярной социальной сети и даже обратилась в полицию. Но, как ей сообщили в местном участке, это уже второе заявление по данному вопросу. И как думаете, чем закончилась эпопея с саппортом? Суд отклонил иск из Акимата, так как предоставленная карта инвентаризации зеленых насаждений не привязана к фактическим границам земельного участка ответчика. То есть случилось то, о чем я говорил заранее, что никаких подсчетов просто никто не вел. А цифру про 11 триллионов деревьев долбанули просто от фонаря, опираясь сугубо на площадь участка. И думаете, кто-нибудь из Акимата или Ташимова лично, которая распространяла заведомо ложную информацию, 274 УК РК, то есть она знала, что это вызовет ажиотаж, и таким образом умышленно создавали проблемы бизнесменам, кто-нибудь ответил за это по закону? Нет. Естественно, нет. Друзья, мы находимся сейчас около антикоррупционной службы. И я сюда для чего? Для того, чтобы сдать заявление по поводу того, что макижанов, по моему предположению, прикрывает застройщиков. Апорт 2. И заявление такое. Прошу вас провести проверку по факту следующего заявления, сделанного Акимом Медеусского района, господином Макижановым, СМИ, и на Алматы. Цитата. Они нас в известность не поставили. Там было ограждение. В поле выполняли какие-то работы, а за ночь провели такие вандальные действия. Управлением зеленой экономики подан их. И уже два месяца рассматривается судебных делах. судебных органов. На них возлагается пятикратное возмещение. То есть по оценке управления должны будут восстановить 11 тысяч делей. 11 не восстановить 17, не 11. И было вырублено около трех тысяч зеленых насаждений. Включая кустарники. Получается, сообщил Аким Медеусского района, что там 2 макижанов. Получается, что макижаны, возможно, намеренно занижают ущерб, нанесенный незаконной вырубке. И вместо 11 тысяч называют число 3 тысячи. Если проверка подтвердит намеренность данного заявления, прошу привлечь господина Макижанова к ответственности по пакту коррупции и защите интересов строителей ТРЦ Апорт-2. Я уверен, многие уже догадались, зачем все это нужно. Это банальное вымогательство с помощью ручных тетушек и акимата. Мало того, были распилены на инвентаризацию зеленых насаждений деньги, которые не существовало этой инвентаризации. Что уже, собственно, состав уголовного дела, то есть то, что суд отклонил иск из-за того, что деревья не привязаны к местности, это уже состав 189 УК РК, так как на эту привязку к местности были потрачены большие деньги. То есть, растрата бюджетных средств не по назначению. Антикору, чтобы посадить акиматчиков и Ташимову, и руководству института, уже достаточно просто поднять эту карту из решения суда об отказе, собственно, принятия иска и все дело в кармане. Почему антикор не занимается? Неужто они вдоль вместе с акиматчиками и так далее занимаются вымогательством? Тем временем, дело, собственно, процветает по вымогательству, потому что Ташимова на регулярной основе занимается тем, что якобы поддерживает людей в каких-то там протестах, строительство чего угодно, в принципе, и устраивает даже красивые митинги с плакатами, как положено. Друзья, мы находимся в КОП-техникуме. Вы можете здесь поставать, сколько мы хотели. В КОП-техникуме жители перекрыли дорогу КАМАЗа. Они возмущены уплотняющей застройкой, незаконной уплотняющей застройкой и не дают проехать КАМАЗом. Жители КОП-техника якобы возмущены со слов Ташимовой. Но что же пишут жители за кадром того, что Ташимова озвучивает? По их мнению, Ташимова самозванка и они на нее даже вроде как подали в суд. И даже присутствует видео благодарных жителей КОП-техникума. Давайте посмотрим это видео. Мы неадекватные. А ты не смей нас называть неадекватными. Тебя сюда никто не звал. Я позвала. Никто не приглашал. От имени всего дома не надо обращаться. Надо сказать нас трое, а нас 83 за. Так что вы говорили? Что, а то и говорим. Кто вложился, вот вас и много. А мы сейчас весь дом выйдем. Вы здесь живете, да? Она здесь не живет, она живет в центре города. Я позвала. Она в центре города живет. Ну вы-то от своего имени? А почему вы говорите? От всего дома? Они пишут-то от всего дома, везде в фейсбуке, не надо. А мы все за стройку. А ты самозванка. И я не смейся. Вот и звонишь. Самозванка. Ташимова самозванка, которую весь город ненавидит. Самозванка. И никакой ты не блогер, не журналист. Мотай давай отсюда. Ташимова, да? Завершательный мой эфир. От нашего имени не надо прямые эфиры вести. Почему она не делает? Я пошла? Да, убивают прям тут. Бедная Ташимова. Ай-яй-яй. Мы на такси вам денег дадим, материальную помощь окажем даже. Нормальная работа. Напишем. Еще и в суд подадим, что от нашего имени еще пишите. Никакого права не имеешь вообще писать от нашего имени. От имени дома не имеет права. Нет. Пишите от себя. Я говорю, от себя. От всех жителей вы не имеете права. От всех жителей не говорила. Надо писать. Я Манбекова, да, напротив. А вы пишите. Мы жители Редько-6. А я уже живу там. Нет. Не надо. Не надо. На регулярной основе Ташимова срывает планы по реновации, ремонту, перестройке, сносу и так далее, что на руку органам местного самоуправления, то есть Акимату. И жители, конечно, опять же, очень благодарны Ташимовой за такую медвежью услугу. Я, Шакирова София, являюсь уйба-шоссе этого дома, расположенного по улице Егора Редько, 6. Я заявляю, что наш дом, большинство наших жильцов, 84 жильца, они за строительство, за вырубку деревьев, потому что деревья аварийные. И мне, нам непонятно, нам, жильцам, в том числе и мне, почему посторонние люди вторгаются в наш двор, в наш процесс, на каком основании они заявляют от себя какие-то отдельные лица, 3-4 человека, в том числе и Салтанат Ташимова, которая здесь не проживает, не живёт, она не знает наших проблем, наших бед, наших тревог, и почему Салтанат Ташимова вторгается в нашу жизнь, какое она имеет право. Мы, жильцы, в том числе я, старшая по дому, официально заявляем, что мы никаких заявлений не делали, и мы не поддерживаем таких диссидентов. Среди нас есть тоже 3-4 человека, соседи, которые с ней в одной команде. Ташимова, пользуясь случаем, даже пыталась пройти в общественный совет города Алматы, что такое общественный совет, многие не знают, это кематовская шарашка. То есть люди из этого совета якобы транслируют мысли жильцов города органов местного самоуправления, и ссылаясь на них, Акимат будет уже проводить какие-то реформы. О том, что это шарашка, можно судить потому, что большинство из вас, скорее всего, даже не слышали про существование какого-то там общественного совета целого города. И уж тем более, вы наверняка не знаете членов этого совета. А члены там очень интересны, но об этом в другом видео. Меня зовут Ташимова Салтанат, я вообще художник по профессии, но с 2013 года я не могла пройти мимо проблемы с Кокжайляу и стала бороться за сохранение Кокжайляу. И благодаря такой активной работе, к счастью, удалось отстоять. И в 2015 году мы создали движение «Защитим Алматы». И мы, благодаря, можно сказать, нашему движению, выросла сознательность граждан, гражданское сознание. И вот основные направления – это сохранение и защита экологии, куда входит борьба с незаконной вырубкой. Несмотря на то, что у Ташимова есть какая-то справка из Центра психического здоровья, связанная что-то там с деменцией и так далее, с головой, в общем, у человека проблемы, она умудрилась обмануть людей и зарегистрировать общественное объединение, то есть юридическое лицо. И дело в чём? Члены этого объединения, которых она обманула, они поняли, чем занимается Ташимова и решили ликвидировать это юридическое лицо. Пока ещё Салтана, собственно, с мягкой формулировкой, что Ташимова нарушает финансовую дисциплину. Обвинять её в уголовном преступлении, конечно, не стали, что она занимается просто там растратами и так далее. И озвучивают, что она, ну, просто якобы там транжирит собранные деньги, не совсем чисто плотно в плане обращений с деньгами. На самом деле это просто растрата называется. На ликвидацию они, собственно, подали, но Ташимова тупо не выполняет требования членов ООО. То есть не ликвидирует юридическое лицо. Мало того, продолжает собирать деньги, указывая, что деньги идут на счёт общественного объединения, которое она вообще-то должна ликвидировать, что является, естественно, нарушением законодательства. А всех, кто с ней не согласен, она клеймит подкупленными, продажными. Ну, как обычно, мошенники это делают. Кругом всех купили, кроме них самих. Не сходите сейчас. Нет, сейчас ещё люди придут. Смешно то, что Ташимова постоянно утверждает, что якобы я хайплюсь на ней в том числе. И моя деятельность, мол, никаких плодов не даёт и тому подобное. Но тут смешной момент. Главный бенефицар Ташимовой была в определённый период жизни Голымова Жанна Голымовна. По указке которой Ташимова морочила голову местным жителям парки, ужины. Также был сюжет с золотыми скамейками. Здесь вот видео посмотрите отдельно. Я об этом всём рассказывал. И тот самый институт Казгипролесхоз, который выполнял подрядные работы по инвентаризации зелёных насаждений, где организатором тендера была как раз Голымова Жанна Голымовна. К сожалению, сайт госзакупок не работает. Уже неделю лежит, поэтому документ я вам не покажу, что он организатор тендера. Но когда айтишники перестанут бухать и наконец-то поднимут сайт госзакупок, вы сами найдёте там имя Голымова и убедитесь, собственно, в моих словах. Голымова была замом руководителя КГУ Управления Зелёной Экономики с 2017 по 2019 год. Потом её повысили до заместителя аппарата Акима. Потом я начал рассказывать про её хищение. И в прошлом году её турнули с работы, ну, естественно, благодаря мне. Причём турнули и не рассказывают об этом. Нет никаких заметок на государственных ресурсах. Её никуда не перевели, никуда не повысили. Её просто турнули и, как говорят, уволили со скандалом, потому что мошенница, аферистка она была ещё та. Вообще-то Ашимова, конечно, прекрасно понимала, кто её работодатель и кто её конечный бенефициар. Это не Акимат считает. Это специализированная организация ЭК Алматы. Она, хотя ей при Акимат, но она полностью не Акиматовская. И там хорошая, это самое, Жанна Асанова. Я знаю, она очень классная. И лучше не надо её подставлять. Как видите, в своём разговоре Ташимова говорит, что, оказывается, обыкновенные коммунальщики – это не государственная структура. То есть, КГУ управления зелёной экономики – это просто коммунальная служба. А также говорит о большой дурбе, о хорошем, замечательном человеке – Жанне Асановой. Которая, знаете, чем прославилась? Прославилась вбросами на выборах. Давайте посмотрим на мостной сюжет. Сообщение о так называемой «карусели» с участием ста студентов прокомментировала Жанна Асанова. Пользователи соцсетей и даже некоторые журналисты написали голосований, не относящихся к конкретному избирательному участку людей. Касательно 447-го избирательного участка, никакой карусели, никакого подвоза не было. Наблюдатель принял за голосующих неизвестного, скажем так, происхождения рабочих. Это было рабочие, работающие по озеленению. Как вы заметили, несмотря на то, что Асанова – председатель избирательной комиссии, тем не менее, она прямо говорила, что пришли работники коммунальной службы, то есть, озеленители КГУ управления зеленой экономикой. То есть, это никакая не экономика, просто обычные коммунальщики, коммунальная служба. Пришли коммунальщики и, значит, начали голосовать на участке. То есть, устроили карусель по указанию руководства, то есть, из того ведомства, где Асанова ранее и занималась коррупцией. И так как Ташимова не очень умная, откровенно тупая, будем говорить, называть вещи своими именами, и явно не имеет миллиардов долларов в загашнике, то возникает вопрос, а кто же эксплуатирует, где же, так сказать, в социальном рабстве Ташимову? А вот ответ. Курирует её вот эта вот вумен, Жанна Нурсиитова. Она себя называет, естественно, тоже скромно экоактивистка. Ну, про неё давайте в отдельном выпуске я расскажу. А у нас сегодня корпоратив, празднование Дня рождения тут же. Мы вообще за медалями же. Да, и за медалями ещё. Жанна принесла нам всякие подарочки классные. Вот какие-то подарочки классные. Они ещё и медальки любят. Медальки там какие-то им вручили. Вот эта вторая Жанна, которую показывала Нурсиитова, которая с медальками, она из архитектуры вроде как. В телеграм-канале давайте я по ней уже, когда получу данные, я эти данные, эту справку опубликую. Не забудьте подписаться, кстати говоря, в телеграм-канал. В общем, я надеюсь, вы поняли, что это театр одного актёра, и никакие отношения с какой-то там активистской деятельностью, экоактивисткой и так далее, Ташимова не имеют, так же, как и Нурсиитова. Митинги у них сугубо на коммерческой платной основе. Это всё просто бизнес. Нарушаются ваши права на комфортное проживание, на здоровую экологию. Несколько многоэтажек ухудшат вашу жизнь вообще. Ну, всем удачи и берегите себя. Жанна Казахстан, ну, в этот раз не будет Жанна Казахстана. Как видите, схемы всё те же. Схемозы никуда не делись. И да, почему все эти люди на свободе ещё, несмотря на то, что всё, что я рассказываю, как бы оно на поверхности, никто же этого не скрывает. Потому что некоторым людям проще, как они считают, дать взятку, чем довести дело до логического конца и пересажать этих, сука, тварей-вымогателей. Сегодня будет возгождение проекта, и мы находимся в ТП. Субтитры создавал DimaTorzok